...политические активисты, общественные активисты, а органы судейского сообщества, а именно, например, Совет Судей Российской Федерации, не так давно привел статистику. И она совершенно конкретна. И заключается она в том, что около половины россиян, по данным различных социологических опросов, не верят в справедливость в носилах судами решений. Более 56% опрошенных указывают на наличие коррупции в судах. Вместе с тем, те же данные социологических опросов показывают, что в рейтинге наиболее значимых для россиян гражданских прав право на справедливое судебное разбирательство стоит в одном ряду с такими правами, как право на труд и справедливое вознаграждение за него, право на бесплатную медицинскую помощь, право на бесплатное доступное и качественное образование, право на личные свободы. Как видим, эта тема далеко не боковая для жителей нашей страны. Мы считаем, что одним из ключевых пороков сегодняшней судебной системы, которая обеспечивает ее деградацию, является назначаемость, а не избираемость судей. Я напомню, что все федеральные судьи в России, начиная от судей районных судов и до судей высших судов, верховного суда России, назначаются сегодня президентом, то есть главой исполнительной власти. Ни в одном регионе Российской Федерации, несмотря на возможность, предусмотренную федеральным законом, не реализована избираемость мировых судей, несмотря на то, что такая возможность предусмотрена. И мы полагаем, что это не нормальная ситуация. И эта ситуация напрямую связана с тем валом неправосудных, несправедливых приговоров по так называемым антиэкстремистским митинговым статьям. Мы все с вами были и свидетелями, а многие здесь присутствующие стали непосредственно подстрадавшими от того конвейера несправедливых решений, которые выносились районными судами, Санкт-Петербургским городским судом по итогам акции 12 июня. Если мне не изменяет память, только 0,4 от общего количества решений были отменены городским судом, решений районных судов. Настоящим позором судебной системы становятся политические процессы в современной России. И количество растет в геометрической прогрессии. Есть ли зависимость между этой ситуацией и процедурой вступления судей в должность? Да, мы считаем, что есть. Да, мы считаем, что и мы в том числе апеллируем к опыту. И к опыту нашей страны, и к опыту других стран. Можно говорить немало компостей в адрес советской судебной системы, где судьи избирались напрямую населением. Но тем не менее, почему же тогда, если эта система была неэффективна, не демократична, она была просто тупо заменена назначенчеством, что мешало реформировать ее в более демократичном духе, обеспечивая выборность судейского корпуса. Мы ставим эти вопросы, слышим отклики, пусть пока еще и слабые. Мы напоминаем, что в программах многих партий и движений выборность судей обозначена как требование. Но тем не менее, борьба за этот принцип сегодня ведется вяло. И неудивительно, что господин Путин, который назначает судей заявляет прямо, что он против выборности, потому что произойдет засорение судейского корпуса. Мы считаем иначе, проводим сегодня поэтому наши мероприятия и хотели бы, чтобы оно стало маяком, маяком, который передаст эстафету для проведения подобных мероприятий, выдвижения таких же требований, других регионов России.